такой шикарный торт сегодня с вами мы приготовили любители вареные сгущенки орехов и творога оценят обязательно получилось вкусно пахнет ароматное надеюсь вам понравится вот сейчас потому как я буду сейчас резать вы поймете насколько он нежного он очень легкий ну вот посмотрите посмотрите какой мягкий и легкий торт у нас сегодня с вами получился ну а теперь посмотрите какая красота у нас получилось ну вот посмотрите какая красота получилась я надеюсь вам понравится вы будете готовить вместе с нами поехали привет с вами домашняя кулинария сегодня у нас торт торт без муки без масла очень простой и при этом очень вкусный для этого вот нам понадобится у нас сейчас в миске 5 яиц мы будем готовить два коржа каждый корж будет из пяти яиц то есть нам понадобится 10 яиц сейчас я белки буду отделять от желтков покажу что мы делаем дальше ну вот посмотрите в дежу я делила 5 белков от пяти желтков у меня крупные яйца сегодня сюда я добавляю 5 столовых ложек сахара и обязательно должна буду посолить 4 и 5 а теперь я посолю и планетарным миксером будем забивать после того как мы взобьем до твердых пиков мы по одному будем добавлять желтки я сейчас покажу что мы делаем дальше ну вот мы взбивали пять минут может быть чуть больше чем пять минут и я хочу показать до каких пиков мы сбили посмотрите вот такая красота получил а теперь по одному мы будем добавлять сюда желтки а а теперь добавляем по одному желток он вмешивается полностью сахарную смесь после чего добавляем вторую и так постепенно мы добавим все желтки за то время пока сбиваются яйца мы поделим маленьких пополам половину мы взбиваем очень мелкую крошку почти в муку а вторую половину мы просто крупно нарежем ну вот приблизительно здесь у нас 250 граммов грецких орехов я поделила пополам а теперь все это все это я взбиваю блендером ну вот так мы перемололи орехи и сейчас надо будет смешать с крахмалом ну и сюда теперь я добавляю крахмал 4 столовые ложки крахмала я добавляю на 2 коржа то есть у нас на 2 коржа здесь 125 грамм орехов и 4 столовые ложки крахмала я сейчас вот я сейчас это все перемешаю я хорошенько перемешиваю орехи с крахмалом и буду добавлять их нашу яичную сахарную смесь я сейчас покажу что у нас получилось остальную часть орехов я просто ножом ну так ножом разрежу очень крупно и тоже добавлю наше тесто ну вот так крупная нарезала и теперь покажу что мы делаем дальше ну вот посмотрите какая яичная сахарная смесь у нас получилось это это очень хорошо взбитые яйца с сахаром здесь у меня 5 яиц это действительно 5 яиц я знаю мне будут писать что выглядят больше это просто яйца крупного размера я добавляю сюда половину нарезанных орехов добавляю сюда обязательно ванилин или ванильный сахар смотрите что у вас под рукой и добавляем крахмаль на ореховую смесь тоже половину того что у нас с вами получилось все вот это добавляем и и вот такими вот медленными круговыми движениями снизу вверх вмешиваем орехи с крахмалом нашу массу ну вот так вот ни в коем случае на этой стадии не пользуемся миксером чтобы не писали что получается лепешка соду пищевую здесь мы не используем это рецепт яичного бисквита без муки ну вот вот такая смесь вот такая вот такое тесто у нас получилось я сейчас это помещаю на предварительно смазанную растительным маслом противень которую я постелила пекарскую бумагу и смазала растительным маслом и вот тесто вот так равномерно распределяем на весь противень а теперь посылаем духовку до готовности ориентируйтесь по своей духовке у нас торт будет из четырех коршей каждый корж мы поделим пополам ну вот такая красота получилась теперь посылаем духовку и я за это время я приготовлю второй корж затем покажу что у нас получилось я сейчас подготовлю тесто для второго коржа вот здесь у меня 5 белков чему я добавляю 5 столовых ложек сахара и обязательно должна будут посолить все это взбиваю планетарным миксером и аналогично как предыдущем случае добиваем взбиваем белки до твердых пиков и по одному добавляем желтки после чего я опять покажу что мы делаем дальше посмотрите какая красота получается все-таки планетарный миксер всегда спасает таких случаев получается шикарно взбитые яично-сахарная смесь ну а теперь я сюда добавляю ванилин сюда добавляем наши крупно нарезанные орехи и наша орехово-крахмальная смесь вторая часть вот мы ее вот так вот добавляем мы ее поделили пополам на две части одну часть добавили первый корж и вот вторая часть а теперь все это вот такими вот как предыдущем предыдущем случае круговыми движениями снизу вверх вмешиваем орехи с крахмалом нашу массу и получается вот такое нежное тесто вот посмотрите какое нежное тесто получается следовательно и торт у нас получится шикарный ну вот тесто уже готово сейчас подготовлю это помещаю на предварительно смазываем растительным маслом противень постелена пекарской бумагой подготовила противень постелила пекарскую бумагу и смазала растительным маслом а теперь полученную нашу массу вот это нежное тесто равномерно надо будет распределить на весь противень и посылаем в духовку этот корж будет готов буквально за 15 минут а теперь вот этот корж я посылаю в духовку и через 15 минут я потом покажу что у меня получилось а пока будут готовиться коржи мы приготовим крем крем у нас очень очень простой всего из двух ингредиентов это творог и вареная сгущенка проверенный рецепт очень вкусно получается надеюсь вам понравится для этого я погружным блендером сначала избавляюсь от зернистости творога я все это превращаю пастообразную массу а затем по одной ложке буду добавлять вареные сгущенки ну вот посмотрите какая однородная она получается такая кремообразная пастообразная масса к чему мы начнем по одной ложке добавлять вареную сгущенку ну вот такой крем мы с вами приготовили посмотрите какой у нас получился вот такой шикарный крем у нас получился пахнет он конечно очень вкусно вообще любой крем на вареной сгущенке всегда пахнет очень вкусно закончили с кремом сейчас приготовим все наши коржи и будем собирать торт вот посмотрите как выглядит корж через 15 минут мне очень часто пишут что бисквит выпекают 40 минут может быть если форма маленькая и это же количество теста поместить маленькую форму и она будет очень высокой тогда может быть она и будет печь минут 30 35 40 печется быстро за то что тонкий корж корж тонкий поэтому выпекается очень быстро ну а теперь я просто вот так вот проведу острым ножом там где он чуть-чуть соприкасается противень ну вот так он выглядит на обратной стороне сейчас покажу вот так он выпекается хорошо и пекарская бумага тоже очень легко удаляется из поверхности ну а теперь я буду у нас получились большие коржи каждый корж 42 сантиметра в длину и 30 сантиметров ширину вот такая у нас противень а теперь я вот так вот обрезаю края и все это блендером превращу в крошку и потом каждый корж поделю пополам у нас получится 4 коржа получается торт размером 20 на 30 сантиметров это не маленький торт и он достаточно вас и он получится достаточно высокий ну вот таких четыре коржа у нас получилось посмотрите вот такой высокий торт у нас получится но два коржа у меня чуть светлых а два коржа чуть темных все потому что первый корж я продержал в духовке 15 минут а второй корж я продержал 20 минут и вот она чуть чуть темнее и чуть-чуть суше получилось а вот то что 15 минут она намного нежнее и светлее что мы теперь делаем мы начинаем оформлять на что для этого мы приготовим приготовим крем и лопатку для того чтобы смазывать торт кремом ну вот отложить а теперь мы должны будем отложить три коржа первый корж я ну вот первый корж я обязательно переворачиваю на обратную сторону во-первых так он лучше против вот у меня пропитка прочит может и готовить любую какая вам нравится я вот просто вареную сгущенку разбавила с водой сюда можно добавить также ложку коньяка тоже будет очень вкусно ну вот чуть-чуть пропитки и начинаем рассматривать и вот такой вот шикарный крем у нас получился а теперь равномерно распределяю по всей поверхности ну вот так ну вот так равномерно распределили крем а теперь второй слой ну вот чуть-чуть пропитки и снова покрываем кремом я заканчиваю равномерно вот так вот по всей поверхности смазывать крем и обязательно немного вот так вот сбоку так как у нас остались обрезанные края которыми блендере превратим в крошку и чтобы они вот так по бокам держались мы обязательно должны будем смазать вот так вот оформлять к оформлять тот можно произвольно его можно посыпать орехами можно просто тертом шоколада можно приготовить глазурь также будет очень красиво ну вот посмотрите какой красивый высокий вот такой вот высокий торт у нас получился я сейчас быстро приготовлю бисквитную крошку ну вот посмотрите сколько крошек у нас образуется вот такая мелкая крошка образовалась которым я буду покрывать наш торт ну вот такой шикарный торт у нас с вами сегодня получился я только что измерил он размером 20 на 30 сантиметра и высотой 8 с половиной сантиметра смотрите какой он красавица я обязательно покажу как он выглядит на среде подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии всегда ваши всегда с вами домашняя кулинария пока